Добрый день! Вас приветствует команда Веда Пульс на новом мероприятии, неформальном мероприятии, встреча без галстука. Я рад вас всех видеть. Сегодня у нас много новичков на наших вебинарах. С многими я не знаком. И будем походу познакомиться, общаться. И в начале, как всегда, поставьте по 10-бальной шкале, как меня слышно. Жду ваших ответов в чат. Кто-то слышит на пятерочку, все остальные на десятку. Большинство, слышимость хорошая, значит дело уже в локальном интернете. Поступают вопросы, ну вот попросили, чтобы ответить, так как до конца, я понимаю, с нами не будут. В качестве эксперимента у нас все сегодня экспериментальное. Я отвечу сразу. Ну на этом поступило 3 вопроса от одного человека. Я на них отвечу. На все оставшиеся вопросы буду отвечать в то время, которое у нас запланировано для ответов на вопросы. Сводится к тому, что когда лучше использовать биоритмы. Если вы можете высвободить свое время для работы в красном свете, это определенная пометочка в разделе биоритмов, кто не знаком с ними, обязательно посмотрите в демоверсии, что это такое. Выбирайте это время. Перед бассейном за час, да, вы можете проводить процедуру. Итак, переходим непосредственно к нашей программе. И эта новая программа, она будет ежемесячная. Наполнение и формат этих встреч зависит целиком от вас, от вашей активности, от ваших заявок. В первой встрече у меня есть для вас общая информация. Она больше направлена на тех участников вебинара, кто недавно стал пользователем Веда Пульса. Кто уже давно с нами, в любом случае послушайте. Я думаю, что-то интересное и полезное для себя вы подчеркнете. И в заключение мы рассмотрим все ваши вопросы. Формат будет новый. Я сейчас переключусь на презентацию. Ваших вопросов я видеть технически не буду. Так что можете их, конечно, печатать и писать, но отвечать я на них буду позже. Итак, начинаем нашу презентацию. Мы начинаем наши неформальные встречи, ежемесячные. Общее название этих встреч – это «Встреча без галстуков». Такой неформальный формат общения. И первая наша встреча идет с заголовком «Традиционная китайская медицина» «Сведопульс». И вначале я вам расскажу о том, как будет все это происходить, какой будет формат наших встреч. Начинаем с нашего формата. Как я уже сказал, встречи ежемесячные, раз в месяц. Длительность заявленная максимальная 2 часа. Она будет разбита на несколько моментов. Будет короткая информация от ведущего. Для первых встреч избран я ведущим. В дальнейшем могут быть и другие ведущие. То есть все зависит от ваших заявок. И далее мы отвечаем на ваши вопросы. Оптимально интересны вопросы с присланными карточками. То есть вы формируете вопрос не так там, а что мне делать там для того-то, для сего-то. А желательно вы поработали с клиентом, либо сами с собой. Заранее, конечно, за 2-3 дня до начала нашего вебинара без галстука, вы отправляете нам карточку со своим вопросом. Эксперты прорабатывают ваш вопрос. И на вебинаре представляем вам развернутый ответ. Плюс будем отвечать на вопросы. Все, что касается работы ведопульса, без демонстрации карточек. Но для того, чтобы вы повышали свою экспертность и лучше работали, и приносили больше пользы своим клиентам и сами себе, нужны карточки. Это самый оптимальный вариант. Мы будем отвечать на вопросы в течение 2 часов, но до того времени, пока эти вопросы есть. Понятно, мы делаем какую-то вводную часть. Скорее всего, она будет в районе полчасов. 30 минут что-то рассказываем, потом отвечаем на ваши вопросы. Ваши вопросы закончились, вебинар закончился. Также вебинар заканчивается через 2 часа после начала. Вот такой общий формат. Если что-то мы запланировали, но не успели ответить, это переносится на следующий месяц. Вы можете написать нам службу поддержки и дать какие-то свои собственные идеи, и мы будем ваши идеи по возможности воплощать. То есть этот проект новый, интересный, и его наполнение целиком зависит от вашей активности, от ваших желаний и прочего-прочего. Что мы будем разбирать сегодня? Какую теоретическую часть и практическую я вам выдам? То есть план работы на сегодня. Мы разберем основные методы работы традиционной китайской медицины. Это иглоукалывание и прогревание биологически активных точек. Разберем древние и современные методы диагностики в ТКМ. Вы узнаете основные методики лечения заболевания с ведопульсом. Будут практические советы по проверке и поддержанию иммунитета. Ну и в завершение это ответы на ваши вопросы. Итак, начинаем нашу общую часть. Традиционная китайская медицина в основе своей в методах воздействия имеет всего два направления. Это иглоукалывание по-китайски джень и прогревание биологически активных точек, называется по-китайски дзюн. Вот два глобальных основных метода традиционной китайской медицины. И буквально недавно я делал презентацию о изменении экспертного расширения рефлексотерапии и рассказывал в нем, какие методы относятся к категории джень и какие методы относятся к категории дзю. Все, что есть и было в древности, в настоящее время, можно отнести к этим двум категориям. Какой-то третьей категории не бывает. Бывают варианты смешанного воздействия. То есть условно смешанное воздействие, когда одновременно есть и джень, и дзюн в одном сеансе, это некий третий формат. Принципиально их два – джень и дзюн. К джень относится классическое иглоукалывание, относится пальцевой массаж точек и вдоль меридианов. Также относятся методы электропунктуры, воздействие различными приборами, различными электромагнитными полями, по биологически активным точкам. Может быть непосредственно воздействие через иглу, это электроакупунктура, либо через специальные электроды, либо излучатели, это электропунктура. Второй метод взюн заключается в том, что есть либо термический, либо световой, либо цветовой фактор воздействия на биологически активную точку. Вы все, я думаю, прекрасно понимаете, что тепло – это инфракрасное излучение. Инфракрасное излучение – это свет. Но тот свет, который мы своим глазом не воспринимаем. Для нас тепло – это телесное ощущение. Но на самом деле инфракрасное излучение – это световой диапазон. И поэтому все, что относится к световому диапазону, инфракрасное излучение, видимый свет, красное излучение, любое цветное излучение, ультрафиолетовое излучение – это все световой спектр. Так принято в современной физике. И на этот световой спектр, во всем его ширине, так скажем, биологически активная точка реагирует чуть-чуть по-другому, чем на непосредственное воздействие, либо механическое, нашим пальцем, иглой, чем-то, какой-то пластиночкой, либо электрическое. То есть есть принципиальное различие. В зависимости от конкретного фактора, это различие большее, либо меньшее. К дзю классически относятся прогревание точек полынными сигарами, либо полынными конусами. Если в Китае хорошенечко поискать, то можно найти и неполынные конусы и сигары. В основном это полынь, смешанная с какими-то травами. Очень редко бывают вообще бесполынные сигары. Одним из вариантов такой бесполынной сигары являются так называемые бездымные сигары и бездымные моксы. То есть технически это прессованный уголь, специальным образом обработанный, и тление этой угольной сигары не дает никакого дыма и запаха. Это сделано для того, что у людей, в которых имеется аллергия на запахи, не вызывать дополнительное раздражение. Ну и не все любят находиться в помещении, где, так скажем, очень много запахов вот этих тлеющих мокс. Хотя профессиональные рефлексотерапевты очень любят эти запахи. И большинство пациентов, ну процентов 90, они очень положительно относятся к этому запаху. Ну есть люди в нашем современном мире, которые этот запах начинают воспринимать как запах покуренной анаши. То есть он чем-то схож с запахом анаши. Но это абсолютно другой запах. И если есть вблизи наркоманы, которые курят травку, они могут на этот запах подтягиваться и интересоваться. А что же здесь происходит? Ну и соответствующие органы тоже могут заинтересоваться этим запахом. Так что вот этот такой современный момент вы возьмите себе на заметочку. Бояться его, конечно, не надо. Ничего там нелегального не присутствует. Классически почему используется полынь? По очень простой причине, что полынь это то растение, в котором максимальная энергия ян сосредоточена. И китайцы в древности отгоняли полынью злых духов. И кто был на наших предыдущих вебинарах, посвященных методам Джейн и Цзю, те помнят, я рассказывал историю, что делают по большому счету принципиально Джейн и Цзю методы. В классическом понимании, в классическом восприятии китайцев и по большому счету расширенное понимание методов Джейн и Цзю тоже относятся к этому высказыванию, что Джейн открывает биологически активные точки и регулирует их, а Цзю убивает патогенное начало. Китайцы называют его Ша. И Ша бывает в основном внешнего происхождения. Либо начинается как внешнее воздействие, а в дальнейшем присоединяется наше внутреннее эмоциональное состояние в виде дисбаланса эмоций и связанной с ними меридианами. Вот Джю, оно уничтожает, уменьшает вот эту патогенную энергию. Иногда можете встретить термин патогенная биоклиматическая энергия. Это все об энергии Ша. И эти два метода очень удобно сочетать между собой. Комбинируйте, пробуйте их между собой. У вас возникнет вопрос, но у вас рекомендации в ведопульсе отдельно для Джейн и Цзю. Да, мы еще комбинированные варианты не реализовали. Но вы можете это сделать очень просто. В комбинации сеансов. То есть первый сеанс вы делаете из категории Джейн, второй сеанс вы делаете из категории Цзю. И таким образом у вас получится сочетанное воздействие. При острых состояниях можно в один день делать два сеанса с разрывом в полтора-два часа. Первый сеанс делаете Джейн, второй Цзю. Либо наоборот. Цзю в приоритете, когда выражены заболевания холода. Кто помнит, то заболевания холода это в первую очередь простудные заболевания. Об этом был целый вебинар этой весной, где я подробно рассказывал на основе традиционного китайского трактата Хань Лунь о том, о заболеваниях, вызванных холодом. И рассказывал рецепты о простудных заболеваниях, о подходах к лечению этих заболеваний. Вот в этих случаях Дзю конечно будет в приоритете. Также Дзю в приоритете у людей, у которых мало энергии. Потому что Дзю не только убирает внешний фактор, но и добавляет энергию, добавляет Ци. Это мы видим через показатели ТП, Total Power. Также Дзю поможет при застойных явлениях. Особенно если эти явления связаны с бронхолегочной системой. Вот на эти два метода обращайте внимание, пробуйте разновидности этих методов и ваше воздействие, ваше лечение выйдет на новый уровень. И в этом конечно же мы будем вам помогать. Для этого мы делаем и составляем высокопрофессиональные рецепты. И вы можете помочь нам в составлении этих рецептов, отправляя свои заявки, какие ситуации вам важны, что вы хотели бы еще увидеть в нашей рецептуре. и как же формируются вот эти рецепты, из чего они исходят. Для того, чтобы сформировать рецепт, надо понимать, что же происходит с человеком, почему в нем произошел какой-то дисбаланс, либо другая задача, как улучшить энергетическое, эмоциональное и физическое состояние человека. Для этого нужна диагностика. Вначале мы разберем общие подходы, например, диагностики в древности. И вся диагностика, она основана в древности была на трех китах. Эти киты живы до сих пор, ими пользуются специалисты, и вы тоже ими можете активно пользоваться. И не забывайте о существовании вот этих трех китов. Любое общение с пациентом начинается с выслушивания его жалоб. То есть того вопроса с чем пришел к вам человек. Бывают люди, у которых один вопрос, бывают люди, у которых миллион жалоб, и в них можно утонуть, человек может часами жаловаться. Вот этого допускать не надо. У тех, у людей, у которых очень ограниченные жалобы, попытайтесь их расширить. спросите у них уточняющие вопросы. Где болит, как давно болит, сколько болит, это первый раз болит, либо не первый раз болит. То есть пообщайтесь с человеком на эту тему. И такой вам профессиональный момент, слушайте, как говорит человек. Его язык, стиль изложения уже указывает на тяжесть и возможность изменить этот патологический симптом. К этому пришли современные психологи и это очень развито, например, в таком, казалось бы, далеком направлении от медицины, как НЛП, нейролингвистическом программировании. Кто не знаком с этой аббревиатурой, знайте, это расшифровывается так. Но в НЛП, особенно в новом коде НЛП, есть раздел, посвященный психосоматическим заболеваниям. И если вам интересно, мы можем сделать серию вебинаров, посвященные работой с психосоматикой. И современный взгляд основан на том, что любое заболевание психосоматическое, даже простудные заболевания, даже травмы, это психосоматика. Если кто-то не верит, можете написать сейчас в чат какое-нибудь заболевание в завершение нашей презентации, я вам расскажу, в чем тут психосоматика. Можете написать там два-три названия, мы разберем. И человек жалуется. Есть люди, у которых заболевание уже закрепилось и проросло. такие люди жалуются диагнозами. Вы спрашиваете, что вас беспокоит? Человек говорит, у меня гастрит. На самом деле никто не знает, и порой даже сам человек толком не знает, что он имеет в виду под этим словом, под этим термином. У него сформировались какие-то симптомы. Он их связал со своим состоянием. И это состояние он назвал словом гастрит либо каким-то другим словом. То есть он уже сформировал определенную психоэмоциональную конструкцию. И он целиком и полностью считает, что доктор либо специалист по оздоровительным технологиям такой провидец, и он точно знает, что человек вкладывает в этот термин. Как специалисты по оздоровлению, так и профессиональные врачи очень часто говорят с пациентом на разных языках. Они используют одно и то же слово, но каждый вкладывает в него свое понимание. и ваша задача увести человека от вот этих диагнозов. Чтобы что-то изменять, нужно действие. И когда человек выражается в действиях, то есть он говорит, у меня болит там-то, там-то. Это более хороший прогностический признак, основанный на том, что человек мыслит действиями. И действия легче изменить, то есть он в движении. И движущего человека можно легонечко подкорректировать и направить. А человек, который говорит существительными, даже вот, казалось бы, два очень похожих выражения. У меня болит там-то, там-то. И второе выражение. У меня боль в этом месте. Вот термин боль это существительное и это уже определенный закрепившийся образ. А болит это относится к действиям. И в своем языке, в своем общении с пациентом старайтесь не использовать существительных. Выводите человека на действие. И вот такая простая беседа уже поможет очень многое изменить. И мы можем направить человека в нужную сторону. И обязательно заканчивайте разговор о жалобах положительным моментом. Говорите, как человеку будет хорошо без вот этого состояния, без этого действия. Приводите его к здоровью. То есть ваше общение с клиентом должно заканчиваться словами о здоровье, а не о том, что мы победим чего-то. Есть в китайской метафизике и вообще в эзотерических искусствах такое правило, что с чем мы боремся, то и множится. и поэтому не надо бороться с болезнью, надо пестовать, создавать здоровье. Это два разных направления. И к сожалению, на мой взгляд, западная медицина на этом и попалась. Западная медицина без конца борется с заболеваниями. Есть очень высокоэффективные методы, но в результате того, что это все-таки борьба и именно с заболеванием, то мы получаем все новые и новые болезни. А надо уходить от борьбы с заболеванием и увеличивать уровень здоровья. Вот это все в древности и сейчас современные специалисты вкладывают состояние жалоб. Далее вы осматриваете человека, вы смотрите на разные его части. Есть специфические виды осмотра в традиционной китайской медицине. К ним относится в первую очередь осмотр языка. В каком он состоянии? Увеличен, не увеличен? Есть налет или он отсутствует? Есть ли отпечатки зубов, цвет налета, толщина налета и прочее прочее? То есть посмотрев язык, вы уже можете очень многое узнать о человеке. минус этого, что полностью хорошую информацию можно получить только в первые часы после того, как человек проснулся. То есть либо это должен быть ваш близкий, либо это вы сами подходите к зеркалу и показываете себе язык, его разглядываете. Если человек почистил зубы, сейчас становится модно чистить еще язык, после этого попил кофе либо другой красящий напиток и пришел к вам и показал язык, то не факт, что вы читаете правильную информацию. Также осматривается все тело. В зависимости от школы обращается внимание на те или иные точки и места. Понятно, что большинство из вас не имеют медицинского образования и к вам приходят клиенты не как доктору, а как специалисту по здоровью. И как-то в европейской традиции не принято раздеваться перед специалистами по здоровью. Это наше европейское такое умственное ограничение. Перед докторами как-то более чаще раздеваются, это воспринимается нормально. Но все зависит от вас и от вашего уровня подготовки. Если смотреть на тело и помнить о том, как проходят наши меридианы, мы тоже берем много информации по расположению родинок, по расположению шрамов, каких-то других отметин на теле. Все это позволяет нам считывать дополнительную информацию. Но в своих вебинарах, когда я рассказываю о каждом меридиане, я обязательно включаю лицевую диагностику. то есть лицо вы видите всегда и научитесь отслеживать зоны и проекции каналов на лице. И это поможет вам в вашей практике. При осмотре мы оцениваем состояние кожных покровов, их цвет, чистоту и многие-многие другие параметры. В дальнейшем происходит пальпация. Дословно переводится как ощупывание. То есть если человек жалуется, что там где-то у него болит, рука плохо двигается, то это место надо пощупать. Очень аккуратненько и теплыми руками. Особенно это актуально в зимний период времени. И для людей, у которых руки зачастую и летом прохладные ощупывать человека, касаться его биологически активных точек всегда надо теплыми разогретыми руками. Если у вас как у специалиста у самого проблемы с этим, то либо разотрите свои ручки друг от друга, либо помойте их под очень горячей водой. той температуры, которую вы ели выдерживаете. Потом вытираете ручки полотенцем и приступаете к пальпации тела, биологически активных точек, работы с суставами и прочее, прочее, прочее. Потому что иногда человек говорит одно, а при пальпации вы можете обнаружить деметриально противоположное. Такое тоже бывает, это бывает не из-за злого умысла. Очень часто боль в каком-то месте является не болью этой локализации, а отраженной болью. Человек говорит, вот у меня болит плечо, потрогайте плечо. Если в этом месте будут болезненные точки, и человек будет говорить, ой, вот мне тут больно, вы можете найти конкретную заинтересованную точку. И потом, поняв, где, на каком меридиане находится эта точка, поработать с точками на этом меридиане. В первую очередь с точкой щель, находящейся на этой энергетической линии. Именно она прочищает весь ход меридиана. Также можно задействовать точку элемент в элементе. Если вы в этом месте не находите ничего болезненного для человека, либо человек говорит, ну да, как-то неприятно, еще чего-то, то это говорит о том, что это зона отраженной боли. И это связано, зона, в первую очередь, с внутренними органами. А сегментарная иннервация зоны Захарина Геда мы разбираем при рассмотрении каждого меридиана. И верхом, как в традиционной китайской медицине, так и в аюрведической медицине является пульсовая диагностика. Но пульсовая диагностика она всегда проводится после выслушивания жалоб и осмотра. Это последняя рабочая точка. В некоторых руководствах по пульсовой диагностике написано, что пульс может заменить все другое. Да, такое возможно, но не всегда. Пульс по канонам традиционной китайской медицины смотрится после выслушивания жалоб и осмотра и после пальпации тела. Только тогда проводится пульсовая диагностика. Все остальное это может быть мнение какой-то конкретной школы, но полностью, целиком традиционная китайская медицина это не принимает. То есть пульсовая диагностика не отменяет всего прочего. И вы должны об этом помнить и развиваться в этом направлении, что да, пульсовая диагностика это вершина, это очень хорошо и замечательно, но есть еще некоторые вещи, которые дают вам дополнительные нюансы и показывают какие-то элементы, которые вы не сможете найти через пульсовую диагностику. Через пульс вы можете определить пораженный орган, но вот эти мелкие точки, которые тоже надо прорабатывать, вы не увидите через пульс. И если это возможно увидеть, то для этого надо иметь опыт очень колоссальный. И не во всех случаях даже наш замечательный видопульс поможет. И чтобы вас ознакомить с этими направлениями, с традиционными диагностиками, мы будем, конечно, на эту тему в дальнейшем проводить обучение и вебинары. Но основной камень преткновения в этом состоит в том, что не все можно рассказать через вебинары. рассказать это можно, но человек понимает это только после того, как мы покажем вам, как это выглядит. И убедимся, что мы с вами разговариваем на одном языке, и вы это видите правильно, интерпретируете правильно. То есть это только очные встречи. и сейчас мы разрабатываем проекты по вот таким живым семинарам, в которых мы будем конкретно показывать, что вот то, что мы рассказывали в вебинарах, выглядит вот так. Вот посмотрите на конкретном человеке. Это будет уже скоро. Следите за нашими анонсами. медицина, традиционная медицина Индии, Китая, других стран, и западная не стоит на месте, она развивается. И есть много современных диагностик. Мы рассмотрим наиболее распространенные в настоящее время диагностические системы. В первую очередь это электропунктурная диагностика. Лидером в электропунктурной диагностике является диагностика по методу Фоля. Фоль в начале прошлого века открыл свои биологически активные точки. Часть из них совпадает с точками известные в китайской медицине. Часть они свои собственные для фольевской системы. Когда я обучался фольевской диагностике, нам говорили, что Фоль дошел до этого экспериментальным путем и о китайской медицине он ничего не знал. Вот уже около пяти лет назад были рассекречены немецкие архивы, в которых встретились труды, где написано, что Фоль изучал китайскую медицину и он знал о китайских точках. Это как бы такой больше исторический вопрос, как это развивалось. Он открыл определенные биологически активные точки и расширил понятие канально-меридиональной системы. И по своим алгоритмам проводят исследования. Методик и аппаратов для диагностики по Фоль достаточно много. И через определенные репрезентативные точки, находящиеся на кистях и стопах проводятся анализы состояния органов. Полная полевская диагностика по-хорошему занимает больше часа. Когда я занимался одно время, я ее очень не любил, особенно в начале своей карьеры, но потом понял, что тщательно собранные жалобы осмотр человека за это же время приводит к тем же самым результатам. То есть за час полтора, что возьмут фольевские специалисты, можно взять, просто общаясь с пациентом. Также к электропунктурной диагностике относятся и другие методы. Например, метод накатания. Можете встретить название Риадораку. Там используются просто другие репрезентативные точки. Фоль жил в Германии, а методика Риадораку накатания это японская методика. Используют разные биологически активные точки, разные маркеры. Но в целом фоль более детально исследует состояние внутренних органов. Риадораку показывает баланс меридианов. На самом деле достаточно знать баланс меридианов и не обязательно вот эти мелкие нюансы исследовать. Мелкие нюансы нужны в основном для каких-то частных методик и для тестирования назодов, то есть состояния внутренних органов. И то, что фоль пошел вглубь, это исходит с моей точки зрения из того, что он хотел максимальную детализацию. Но эта максимальная детализация нужна при борьбе с болезнью. А если мы хотим получить здоровье, нам достаточно знать баланс основных структур, основных систем и через них работать. Следующее направление по считыванию информации с биологически активных точек и с каналов, это термодиагностика. как воздействие у нас есть два компонента джень и дзю, так и в диагностике у нас тоже есть два воздействия. По методу джень работает электропунктурная диагностика, по методу дзю работает термодиагностика. в чем она состоит? Есть аппаратные методики, есть неаппаратные методики. Неаппаратный вариант, для него нужна полынная сигара, в европейском варианте встречал модификации, когда используется обыкновенная сигарета, нужно что-то такое, что горит медленно и с постоянной температурой. Подносится на один сантиметр над биологически активной точкой. В основном используются концевые точки. Бывают варианты и для других биологически активных точек. Но классика это концевые точки. И по секундомеру определяется время, то есть вы держите полынную сигару на расстоянии один сантиметр от точки. И пациент держит руку до тех пор, пока ему не станет горячо, когда совсем ему горячо становится, он просто руку убирает. Вы засекаете время. И получается значение по двенадцатим меридианам. Учитывается как правая, так и левая веки. Российские ученые обнаружили, что на самом деле не обязательно проверять человека на термостойкость. Можно измерять температуру в конкретные биологически активные точки. Есть поверхностные термодатчики, есть методики определения глубинной температуры. и на основе этих данных строятся опять же двенадцати меридианов и делаются выводы об общем балансе человека. И считывается то электромагнитное поле, которое формирует человек. И уже компьютерная обработка этих данных позволяет выявить изменения как внутренних органов, так и систем. Также есть акценты в этих диагностиках на меридианную систему и на состояние энергетических центров в аюрведической традиции известных вам как чакр. пульсометрии. постоянно современные авторы пытаются достичь уровня классической пульсовой диагностики. Но в основном это идут через технические пульсометры. Измерение пульсовой волны именно в том месте, где классический пульс исследуется. Но там очень много технических нюансов и деталей, связанных с нажимом на это место и интерпретацией полученного сигнала. Как я думаю практически все вы знаете, видопульс пошел другим путем. Я думаю никто не будет оспаривать как и наши пользователи, так и их оппоненты, что если сердце не работает, то пульса у человека нет. И все, что есть в пульсе в любом месте, есть в работе сердца. Вот эта очевидная вещь была так скажем взята нашими разработчиками и легла в основу алгоритмов работы ведопульса. До ведопульса практически на это никто не выходил, либо у кого кто думал так, но почему-то не реализовал приборное обеспечение. И наша технология развивается, мы с каждым клиентом, с каждым пользователем видим, что мы на правильном пути, мы усовершенствуем алгоритмы, с каждым месяцем, с каждым годом мы способны брать новую информацию, техническим образом извлекать ее из работы сердца. В этом нам помогает как знание классической кардиоинтервала графии, и это направление очень сильно развивается. Россия, к сожалению, не на первых рубежах этих исследований, но у нас есть очень много новаторских техник в нашей стране, которые и ученых, которые изучают это направление. Плюс то, что мы показываем во всем мире специалистам как аюрведической медицины, так и традиционной китайской медицины, все большие и великие специалисты и не здравствующие говорят, да, в этом колоссальный есть смысл, и мы рады, что появилась такая технология. Об этих отзывах вы всегда можете прочитать на нашем сайте Ведопульса, мы это не скрываем, мы это показываем, изучайте эти отзывы нашей статьи сами постоянно и показывайте их своим пользователям, клиентам, оппонентам. Не надо, конечно, переубеждать человека, если он не хочет проникнуть в эту информацию, вы просто скажите, он говорит, нет, там я в это не верю, еще там чего-то, ну, моя задача при общении с такими людьми дать им профессиональную информацию и чтобы вот эти контакты, эти вопросы находили свои ответы, мы и создали вот этот новый проект встречи без галстуков, где будем рассказывать и делиться своими знаниями, своими достижениями, последним все теми новинками, что есть в области нашей технологии Веда Пульс. Про диагностику мы вот поговорили и у нас уже есть много расширений, позволяющих изменять уровень здоровья, улучшать его и тем самым устранять корень заболевания и как раз Веда Пульс идет в том направлении, что мы не боремся с заболеванием, мы возвращаем здоровье, укрепляем здоровье, делаем его более качественно и сейчас мы выходим на тот уровень, когда можем уже показать, что мы работаем не только на физическом уровне, но и на эмоциональном, на интеллектуальном, внедряются новые алгоритмы анализа как в целом кардиоинтервала граммы, так и анализа меридиональной системы, о китайском направлении я вам рассказываю в своих вебинарах, рассказываю о многих продвинутых техниках, порой эту информацию знают, не побоюсь этой цифры, не более ста человек на планете и способны оценить эту информацию, то есть вот есть и такие моменты, и такие моменты были в одном из последних вебинарах под названием «Продвинутые техники рефлексотерапии». Там я рассказывал интересные моменты и алгоритмы. Через некоторое время это будет реализовано либо уже в уже имеющихся модулях, либо появятся отдельные модули с этими алгоритмами. Но уже сейчас эти знания доступны для слушателей и участников наших вебинаров. Итак, сейчас мы осветим, я вам расскажу, кому-то надпомню, новички может быть еще знакомы со всеми нашими реабилитационными модулями. Послушайте эту информацию внимательно, и если с чем-то вы не знакомы, услышали что-то новое, всегда открывайте наш видопульс без ключа, и вы увидите все возможности, все вкладочки. Посмотрите, полистайте, возникают какие-то вопросы, пишите к нам в службу поддержки, мы с удовольствием ответим вам на них и поможем в выборе нужного именно для вас модуля, нужного экспертного расширения, мы делаем все, чтобы наша технология, как на представленном слайде, охватила всю нашу планету, и все люди были здоровы. То есть, это такая глобальная наша цель. Одно из расширений таким вот логотипом, яблочко красивое, и оно не надкусанное, как у некоторых девайсов, оно цельное, оно посвящено работе с питанием, диета, терапия, потому что основная энергия, один из основных источников энергетики, это питание. Это, я думаю, никто не будет отрицать и опровергать. И о том, как правильно подобрано питание и насколько оно подходит к нашей конституции, как врожденной, так и текущей, зависит очень-очень многое. И сегодня вот у меня был телерадиоэфир, где делились информацией, в том числе о наших технологиях видопульса, и мы рассуждали о питании. И относитесь к питанию не так, что надо как бензин залить к себе, а как к определенному действию. Еда должна не только подходить к нашей энергетике, она должна быть красиво оформлена. потому, что у нас есть глаза, глазами мы тоже кушаем, мы получаем эстетическое удовольствие от вида пищи. Также не торопитесь, понюхайте эту пищу, какая она на запах. Наш желудок не получает этой информации по запахам, у нас для этого есть нос. это еще один участок энергетики. Потом вкусовые рецепторы, смакуйте пищу, пережевывайте ее, как в Китае, так в Индии говорят, что каждый кусочек пищи надо пережевать минимум 33 раза, чтобы пища достигла такого состояния, что ее можно пить. а не заглатывать кусками, как какой-то хищник. Также есть модуль ароматерапия, вот этот цветочек. Наши ароматы, все ароматы, что есть вокруг, они присутствуют не только в продуктах питания, но и соответственно отдельно в виде аромамасел, различных эфирных композиций. Мы говорим об естественных ароматах, а не о тех химических вариантах, что там называются духами или одеколонами. Многие компоненты этих ароматических одеколонов, они вредны для здоровья и в первую очередь для мужского здоровья. Лучше как мужчинам, так и женщинам использовать арома кулончики и использовать естественные запахи нашего тела. И помните, что именно ароматы, они обеспечивают совместимость людей. людей. И за счет ароматов мы можем видеть такие пары, казалось бы, там красивый парень либо девушка, а его вторая половинка, ну прямая противоположность. И все говорят, ну что он такой, либо она такая, нашли вот в таком. А очень часто вот эта совместимость идет на том уровне, что человек на сознательном или подсознательном уровне ощущает его гормональный фон, ощущает в том числе работу генотипа человека. И очень часто это не идет на уровне нашего сознания, это остается в нашем подсознании, но формирует поведение и действия человека. И только изнутри системы только сам человек может и то даже не всегда объяснить, почему ему нравится, либо не нравится другой человек. Потому что есть много подсознательной информации. И эту подсознательную информацию мы можем использовать для восстановления и укрепления своего здоровья. Наши фильтры настроены таким образом, чтобы дать всю эту информацию нашим пользователям. Так что не забывайте про аромотерапию. Это очень хорошее вспомогательное средство. И иногда то, что в тот момент, когда уже не работают все другие методы, аромотерапия является последней капелькой, которая может перевесить весы здоровья и болезни в нашу сторону и вывести человека на путь выздоровления. Следующее мы идем по часовой стрелочке. Приложение вот с такими люсточками это фитотерапия. тут уже объяснять особо я думаю не надо. Всем понятно, что такое травы, как они хороши для нашего тела, что мы можем получить от приема трав. И просто нам надо помнить, что есть рецепты направленные на лечение заболеваний. Но эти рецепты необходимо модифицировать согласно нашей конституции. Что-то исключать, что-то добавлять. И сейчас идет большая работа по переработке фитотерапии и добавление рекомендаций в том числе с позиции традиционной китайской медицины. К фитотерапии можно условно отнести и прием биологически активных добавок. Есть отдельно модуль, он выглядит в виде такой баночки. Я его тут, к сожалению, не поместил на слайд. БАДы есть разные группы. Есть две больших группы. Это нутрицептики и парафармацевтики. Так их классифицируют западная медицина и западная диетология. Нутрицептики они добавляют те или иные микроэлементы, ферменты и прочие вещества, которые нужны для работы с нашим телом, которые поддерживают наш организм. И парафармацевтики это те травы, которые имеют лечебное действие. По каким-то причинам в разных странах это разный список. Особенно это касается китайских компонентов и китайских трав. То, что в Китае называется лекарством, очень часто в России называется биологически активной добавкой. Это просто разница в нашем менталитете и разница в нашем законодательстве. Порой из-за этой разницы мы получаем какие-то негативные отзывы и неприятие некоторых методов воздействия. Хотя как и нутрицептики, так и парафармацевтики при грамотном конституциональном подборе дают очень-очень многое и изменяют уровень здоровья человека. Следующий модуль это массаж стоп. В нашем модуле массажа стоп приведена классическая китайская схема, в которой показаны зоны как по нозологиям, так и индивидуально конституциональные зоны в разделе нормализация функционального состояния. И эти рецепты хорошо давать вашим клиентам и вам самим использовать, когда вы не в очень хорошем состоянии, когда вы только начинаете заболевать в качестве поддержки и усиления эффекта любого другого воздействия. И помните такой нюанс, что классический массаж ступней в Китае начинается с распаривания их. Берется в Китае такие есть глубокие тазики, у нас такие практически в России не встречаются, можно использовать вот большое квадратное ведро. В ведро лучше положить пакетик для мусора, чтобы заполнить всю емкость. Наливаете туда горячей воды, так, чтобы вы еле могли сидеть в этой воде. Заливаете как можно выше до верхней третьей голени минимум. Вот такой высоты нужно ведро. Заливаем горячей водой по своим собственным ощущениям. Оптимально сидеть 15-20 минут необходимо. В воду добавляйте самый простой вариант. На ведро воды до верхней третьей голени насыпается столовая ложка горчичного порошка. Это размешивается все. потом туда опускаются ножки и сверху накрывается полотенцем либо одеялом. Вы сидите 15-20 минут пропариваете ноги. Иногда в магазинах для здоровья бывают специальные рецепты и специальные пакетики для распаривания стоп. бывают на травах, бывают такие химические составы. Они дают такое гелеобразное состояние и очень долго поддерживают однородную температуру. Если будете в Китае либо поедут ваши знакомые, можете попросить, чтобы привезли такие пакетики для распаривания стоп. В принципе подходит любая трава. Я с китайцами разговаривал на эту тему и говорил, вы пишите специальные композиции для распаривания стоп. Они говорят, забудь об этом, подходит любая трава, лишь бы она подходила к человеку. Так что смотрите наш модуль фитотерапия, находите себе конституциональную травку, которая актуальна в настоящий момент, ну и то, что можно купить в наших аптеках. Заваривайте ее и распаривайте в ней стопы, а потом массируйте индивидуально точки, либо для восстановления функционального состояния, либо уже конкретно по нозологии. Понятное дело, что у каждого специалиста есть какой-то свой индивидуальный рецепт. Если вы не знаете, как ваша кожа реагирует на горчицу, особенно это касается блондинов, блондинок и людей с режими волосами, у кого чувствительная кожа, имеется аллергия, то есть лучше использовать, начинать с чайной ложки горчицы, потому что иногда бывает выраженная аллергическая реакция, либо некачественный порошок, туда что-то добавлено, либо какая-то индивидуальная непереносимость. Следующий модуль с человечком это йога-терапия. Кто занимается йогой, также могут подобрать себе определенные асаны, подходящие им конституционально. Следующие два модуля это рефлексотерапия с дракончиком и часики это биоритмы. Рефлексотерапия так скажем уже просуществовала определенное время и сейчас превращается в другого дракончика уже двухголового с названием джиньзю терапия. И в сентябре все кто имеет рефлексотерапию в настоящий момент получат новое расширение с новыми возможностями. Модуль биоритмы он остается актуальный до сих пор. Он прекрасно работает пока изменений в нем не предвидится. Биоритмологические моменты прекрасно поддерживают функциональное состояние человека и не дают развиваться заболевания. Я рекомендую хотя бы один раз в две недели, а лучше раз в неделю выбирать наиболее оптимальное время, помеченное красными линиями, для конкретного человека. Подробней о применении биоритмов был вебинар, когда я анонсировал выход этого экспертного расширения. Также у нас есть зональные способы воздействия для тех людей, кто боится, что не попадет в биологически активную точку. Есть модуль физиотерапия, основанный на аппаратах Веда Кванта. Их делает наш партнер компания Рикта. Даны рекомендации для воздействия комбинированным светолазерным излучением на биологически активной зоны. Все это вы можете использовать для своего здоровья и для здоровья своих клиентов. И сейчас в основном эта информация для тех новичков, кто впервые с нами не был на вебинарах посвященных традиционной китайской медицины, не был на моих вебинарах. Это такая практическая часть. Как проверить и укрепить свой иммунитет. Небольшие советы. Полностью по иммунитету, по состоянию иммунной системы есть целый вебинар в записи. вы можете с ним ознакомиться и заказать, посмотреть, изучить его более подробно. Есть так называемые магические треугольники. То есть это три точки, оформленные в виде треугольников. Первые точки находятся на голове. Это шестнадцатая точка по заднесрединному меридиану. и двадцатая точка по меридиану желчного пузыря. Вы их прорабатываете, нажимаете. хотя бы одна из трех точек болезненная, это говорит о том, что здесь есть напряжение и эти точки обладают выраженным психосоматическим действием и двадцатая точка препятствует проникновению холода и ветра. То есть это точка страж при возникновении простудных заболеваний. Также другой треугольник это все та же шестнадцатая точка по заднесрединному меридиану и двадцать первая точка располагается в середине надплечья. В этом месте, если вы пощупаете, то там обнаружите такое неприятное ощущение у некоторых прям болевой комок. Двадцать первая в комбинации с шестнадцатой точкой они ухудшают кровообращение выше этой области. В том числе это влияет на слизистые оболочки носоглотки, то есть на входные врата инфекции. И также этот магический треугольник улучшает мозговое кровообращение. Очень часто работая на этих точках вы можете почувствовать отдачу в область головы, либо шеи, либо еще куда-то. И эти точки связаны с головной болью, с нарушением мозгового кровообращения, с нашей концентрацией внимания и с нашей памятью. треугольника проработки следующего треугольника, особенно начинающим, понадобится помощник, потому что эти точки находятся на спине. Вершина треугольника это 14-я точка по заднесрединному меридиану, она находится под самым выступающим остистым отростком на шее. Основание этого треугольника это 13-я точка мочевого пузыря, находится через два позвонка на уровне ости лопатки, называется Фэйшу, это точка шу канала легких. Канал легких является распределителем всей энергии. легкие рассеивают внутреннюю энергию до каждого органа и до каждой клеточки. И если эта рассеивающая функция нарушена, то вот эта зловредная энергия Ша может создать мощный плацдарм и вызвать заболевание. Проработка этих точек не дает нашему врагу этой энергии Ша закрепиться и вызвать заболевание. И следующие точки в виде магических треугольников находятся уже на нижней конечности. Вершина точек треугольников это у нас шестая точка по каналу селезенки находится на треицуне над внутренней лодыжкой по заднему краю большеберцовой кости. Следующая точка находится напротив внутренней лодыжки. это шестая точка по каналу почек. Можно защипывать эту точку с двух сторон. С другой стороны, то есть со стороны наружной лодыжки находится другая точка, но они очень часто работают вместе. то есть это вот две точки. И третьей точкой есть два варианта. Это вторая точка по каналу почек, либо четвертая точка по каналу селезенка. И та, и другая применяется в начальных стадиях простудных заболеваниях. Вы берете вы проверяете сначала четвертую и вторую точки. Какая из них более болезненная. И потом используете другие две точки. Этот треугольник работает кроме иммунитета также на кровообращение в области мочеполовой зоны. При болезненных состояниях в пояснично-крестцовой зоне. Ну и это зоны оздоравливающие и профилактические профилактирующие заболевания как у мужчин, так и у женщин по репродуктивной сфере. Сейчас подошло время ваших вопросов. Кто не знаком с электронным адресом нашей службы поддержки, запишите его, пожалуйста, отсылайте на него свои карточки, свои вопросы. Мы их обязательно рассмотрим. Пока вы пишите свои вопросы, я сейчас переключусь в другое экранное меню и отвечу с удовольствием на ваши вопросы. Спасибо. Сейчас буду отвечать. Тут уже накопилось достаточное количество вопросов. Технические вопросы. Я карточку отправлял, как ее отправлять. Вспомните обучение свое. мы разбирали, то есть как правильно заархивировать, где взять на диске С в базе данных карточку и обязательно архивом сохранять. Вспоминайте, если вы проходили обучение, там вся эта информация была. Так, вопрос. Какое максимальное допустимое число циклов воздействия на одну точку с помощью ведолазера? Я рекомендую максимально 2-3 раза. Больше трех однозначно смысла нет. Если после первого раза точка включается еще раз, то можно 2 и 3. Если точка больше не включается, то не надо ее использовать. Дальше пожалуйста пишите развернутые вопросы, как-то их совмещать, скомпоновывать. Я не очень понимаю, что отдельные слова значат. Потому что другие пользователи тоже задают вопросы, они идут в перемешку. Выбирать я, к сожалению, не смогу. Так, вопрос. Как бы не вопрос, а факт. Случайно сгорело на солнце, потом пришел ларингит. И что вы хотели от меня услышать? Как это лечиться надо? Могу сказать, используйте рецепты для заболевания горла, для ангины в этом случае. Если точки находятся на сгоревших местах, их смысла нет использовать. Вы их, так скажем, сожгли на некоторое время. они являются нерабочими. Лучше заваривайте подходящие для вас травки и полощите им горло. Если найдете точки в тех местах, где нету солнечного ожога, то применяйте их. терапии терапии. Насколько эффективна биорезонансная диагностика и терапия? Перед тем, как я окончательно и беспроворотно перешел в команду ведопульса, я как раз занимался биорезонансной диагностикой и терапией. На мой взгляд, здесь все зависит, то есть технология, к ней вопросов нет, она вполне рабочая и эффективна. Все зависит от исполнения, то есть от аппаратной базы. Самой лучшей я считаю фирму Emedis. Я работал на аппарате Emedis. спрашивают по ГРВ диагностике. Да, это определенное состояние, ГРВ очень хорошо тоже определяет, но у ГРВ в чем минус? Ну, вот в проекте VEDA PULS у нас есть и диагностика, и исходя из этой диагностики есть рекомендации по улучшению здоровья. Для ГРВ такой связки не существует, но вы всегда можете проверять, вы чем-то воздействуете и смотрите, как изменяется это все на ГРВ. с ГРВ у меня тоже есть опыт работы, этот аппарат у меня есть, но сейчас я пользуюсь VEDA PULS. Спрашивают, у вас презентируется модуль КВЧ, возможно подробнее о нем, вам уже ответили, что презентация будет, о нем подробно я буду рассказывать не только о модуле, но и собственно об этом методе, так что наберитесь терпения и вскоре вы узнаете все о КВЧ терапии и о нашем новом модуле и работе с ним. Как можно использовать траву полынь для увеличения ЦИ, например использовать подушку наполненной травой и можно, но траву вешают, развешивают, ну так скажем, для отпугивания злых духов, для нормализации энергетики, а потом вы получаете эту более качественную энергетику. Для увеличения энергии лучше использовать именно прогревания биологически активных точек. Я заметил, что в модуле биоритма в рецептах ТКМ даются в основном дистальные точки, а в аюрведическом рецепте даются точки и меридианов мочевого пузыря передне-срединного и задне-срединного и других. Почему? Потому что разные алгоритмы, я сейчас отвечу более широко, в этом нет тайны, если вы посмотрите описание этих точек, вы поймете, почему это происходит. Биоритмы традиционной китайской медицины, это классический алгоритм Цзэу-Лю-Джу, и лингуй-Бафа. В Цзэу-Лю-Джу используются точки усин, точки пяти элементов, это, собственно, в модуле и написано, это написано в обзорной статье, которая висит у нас на сайте. Как вы знаете, все точки усин, они располагаются на дистальных отрезках конечностей. метод лингуй-Бафа, в нем находятся точки ключей чудесных меридианов, они не относятся к точкам усин, там и бывает некоторое пересечение, например, точка ключ заднесрединного меридиана и G3, она относится в том числе и к точкам усин, но опять же эти точки находятся на конечностях. В аюрведическом рецепте мы долго смотрели и выбирали, можно было использовать точки пяти элементов и в рефлексотерапии, что существует в настоящем моменте, этот алгоритм реализован. Мы знаем, как изменять конституцию посредством точек пяти элементов. Но тогда возникает момент, что будут пересечения между рецептами ТКМ и аюрведы. Чтобы уйти от этого, мы поработали с каналами другим образом, посредством шумотерапии. и точки на спине и точки на передней поверхности туловища это шумо точки. Вот и весь секрет. Можно вопрос, где вы учились? Явно не в России. Не знаю, разочарую или не разочарую, основные знания я получал в России. Большинство техник, которым я владею, относятся к императорской пекинской школе. Когда я работал в том числе в России, но вместе с китайцами, они сказали, что это техники, они относятся к императорской школе. Определите, какие техники относятся еще, то есть вся глубокая энергетика и биоритмология в настоящий момент собрана со всего Китая в императорскую школу так называемую. Ибо в современном традиции ее называют пекинская школа. Те преподаватели и мои учителя, они обучались просто в разных традициях и в разных школах. Кроме Китая, я знаком и мои учителя учились в японской традиции, в вьетнамской традиции и в тибетской традиции. Но все это касается китайских биологически активных точек. сейчас я заканчиваю второе высшее образование, прохожу обучение магистратуру в Германии по китайской метафизике, в которой есть достаточно большой блок, посвященный здоровью. сама школа исходит из Малайзии. Не знаю, ответил, не ответил на ваш вопрос. Вот все, что могу сказать. И мое глубокое мнение, что изучать это направление в самом Китае с самого начала, можно очень сильно попасться. Особенно, если вы не знаете китайского языка. У китайцев есть одно такое для нас нехорошее свойство. Они периодически проверяют своих учеников. Они говорят информацию и тут же показывают, как это делают. И очень часто показывают одно, а делают другое. И если ему ученик говорит, учитель, что вы делаете, вы же говорите другое, он отвечает просто, молодец, заметил. И идет дальше до следующей проверки. Если ученик не заметил, в дальнейшем ему втюхивается какая-то ерунда. И часть этой ерунды мы можем увидеть в наших учебниках, как российских, английских, ну и прочих, прочих, прочих. То есть это начинаешь понимать через некоторое время. То есть именно с китайскими специалистами надо держать ухо востро и все проверять. Татьяна спрашивает цариас и психосоматика. просто посмотрите, я работал с цариазом, просто спросите у чего он сильнее реагирует. На различные психоэмоциональные напряжения цариас очень сильно обостряется. Это вот самый поверхностный вариант. Причины изменения вообще появления есть две больших области псориаза. Одна область связана с инфекцией и внутренними паразитами. Здесь все очевидно, что когда человек в нормальном психологическом состоянии, у него постоянно отделяется желчь. Когда эмоциональное состояние нестабильное, у него нарушается желчеотделение, это влияет на моторику кишечника, образуются застойные явления и эти застойные явления являются причиной подселения паразитов и инфекции. Другой момент псориаза это наследственный. Здесь долго объяснять, поверьте, что можно так сказать, что как работают наши гены, так работает наша психика. И откоррегировав нашу психику, можно откоррегировать работы наших генов и таким образом восстановить состояние кожи. Спрашивают, запланирован ли у вас вебинар по более углубленному изучению модуля биоритмы. В ближайших планах нет. В дальнейших скорее всего это будет. Но нам надо осветить более простые вопросы. Технический вопрос. Применяем методом воздействия на ло-каналы. Как правильно сначала воздействуем ли, ну, наверное, на ло и юань с одной стороны, или сначала ло справа и слева, потом юань справа и слева. Нет, нам надо перекинуть энергию из точки к точке. То есть, сначала ло, потом юань. И техника ло и юань, она все-таки предусматривает, что бывает дисбаланс справа и слева. и поэтому не всегда надо оба канала перебрасывать. У нас в планах стоит как бы рекомендации по использованию точек справа и слева, но пока мы его не реализовали, можете ориентироваться на простой момент. Прощупайте точку ло справа и слева. Если они оба, обе болезненные, используйте с двух сторон. Если болезненно только одна, то используйте со стороны болезненности. Ждем лекции по НЛП, очень интересная тема. Именно об НЛП я не буду проводить, я буду проводить о здоровье, о повышении уровня здоровья, используя в том числе техники НЛП. Это уже начнет реализовываться в программе «Где моя энергия» или «Как я восполняю ЦИ». Так, вопрос. Периодически тяжесть в левой ноге в покое на высоту взмаха ноги практически не влияет, кроме ощущения тяжести. Как облегчить ногу? Наверное, мы будем облегчать не ногу, а ваше общее состояние и вызывать мы не будем бороться с тяжестью, мы будем восстанавливать легкость в ногах и в движениях. Для этого вам надо посмотреть и определиться с эпицентром вашей вот этой тяжести. Посмотрите ближе к какому каналу. Можете другим моментом, когда у вас возникает это ощущение, надавите на все точки Се противоболевые на ножных меридианах. Таким образом вы выявите самые болезненные, их может быть несколько, и после этого прорабатывайте вот эти точки Се. Следующий вопрос, полезны ли бани в смысле прогревания БАТ-точки? Они бесполезны. Здесь нужно именно воздействие на точку, а не общее воздействие. Баня хорошо, но для других целей. Будет ли модуль по урикулотерапии? Да, будет, запланирован. Обязательно оставляйте отзывы, пишите что-то свои пожелания, присылайте к нам. Так, оценка. Не ответили на мой вопрос, но отвечает нормально, все понятно. Не знаю, на какой вопрос я не ответил. Вроде бы ничего не пропускал. Гипертония и психосоматика. Давление поднимается только тогда, когда у нас есть спазм. Спазм это напряжение. В уравновешенном организме, в том числе и со стороны психики, не бывает спазма. Надо убрать все спазмы. Любой спазм это психосоматика. В прошлый раз я присылал ошибку в биоритмах со скрином. Мне не пришел ответ, когда можно сделать обновление. Я рассмотрел этот вопрос, вам должны были написать. Я проконтролирую, чтобы все так вам пришел ответ. Да, вы правы. одна точка давала на несколько точек одну картинку. Насколько я знаю, у вас есть еще и рефлексотерапия, вы тогда писали. Просто посмотрите эти точки в атласе по рефлексотерапии. давайте завершать. Отвечаю на последний вопрос. Боли в суставах, позвоночники как отражаются в 12 меридианах при диагностике ведопульса? В первую очередь отражаются на тех меридианах, которые проходят через этот сустав. Здесь есть нюанс, это может быть скрыто из-за внутренних проблем, потому что боли в суставах относятся к поверхностным изменениям. Органные, но каждый меридиан связан с внутренним органом. по поверхностному ходу может быть избыток и блок в области сустава. Это дает некий плюс на меридиан. В результате блокирования энергии до органа не доходит она, там минус. Минус на плюс дает общее нормальное состояние, среднее нормальное состояние энергетики, либо даже минус энергетики. поэтому не всегда это видно. Над этим мы работаем. Практический совет. Смотрите те меридианы, которые проходят через сустав, пальпируйте на них точку С, либо пальпируйте точку элемент в элементе. Если она болезненна, значит канал заинтересован. Так, ну вот на этот вопрос я отвечал. Вы видно не услышали про бассейн. Да, такое применение возможно. Про ваш график тоже отвечал. Еще раз повторюсь, в приоритете красные позиции. на этом благодарю за участие, благодарю за ваши прекрасные вопросы, очень глубокие и по темам вебинара. Жду вас через месяц. Следите за нашими анонсами и приходите на наши другие мероприятия. Всего вам доброго. До свидания.